Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио, учебники История Азербайджана, пятый класс Параграф 43. Братская помощь Брат брату не дает в долг. Брат всегда протянет руку помощи своему брату. Нариман Нариманов – одна из выдающихся личностей азербайджанского народа. Он был государственным деятелем, писателем, врачом. Нариман Нариманов родился в 1870 году в Тифлисе. После окончания учительской семинарии и получения при поддержке Гаджизина Лабдина Тагиева медицинского образования, молодой Нариман приступает к служению своему народу. Идеи просветительства и гуманизма, человеколюбия всегда волновали его. Он постоянно искал пути выхода из тяжелого положения, в котором оказался его народ. Еще в молодости он открыл в Баку библиотеку. Его мечтой было просвещение азербайджанского народа. Постепенно он расширил свою деятельность в этом направлении. В 1920 году в Азербайджане была установлена советская власть. Нариман Нариманов, принявший активное участие в построении этого правительства, стал одним из его руководителей. В 1920 году Турция переживала самые тяжелые времена. Ее армия была разгромлена, обезоружена, страна была словно связана по рукам и ногам. Мустафа Кемаль Ататюрк искал пути выхода из сложившейся ситуации. Выход из положения он видел в обращении за помощью к братскому Азербайджану. По просьбе Ататюрка азербайджанское государство оказало помощь Турции. Тем самым, были установлены первые официальные отношения между азербайджанским и турецким правительствами. В ответном письме Нариман Нариманов писал, другого выхода нет. Для достижения вашей цели мы всеми силами будем оказывать вам помощь. Именно с этого времени между Нариманом Наримановым и Ататюрком установились дружеские, братские отношения, духовная близость. Из Азербайджана в Турцию были отправлены тонны бензина и другого топлива 500 килограмм золота. Часть этого золота была использована на закупку оружия, а другая часть хранилась в государственной казне. Нариман Нариманов радовался каждой победе Турции. Он писал Ататюрку поздравительные письма, заверяя ей его в том, что всегда будет готов оказать помощь. Мой паша у тюрков брат брату не дает в долготу. Брат всегда протянет руку помощи своему брату. Мы братья и поэтому всегда будем оказывать вам помощь. К тому времени, когда Нариман Нариманов начал свою деятельность, Азербайджан уже потерял территории Рявана и Дербента. Судьбы Заготалы, Занагизура, Нахчевана, Карабаха и Баку продолжали находиться под угрозой. В 1921 году враги азербайджанского народа, в особенности армяне, добились принятия решения о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Но в результате яростного сопротивления Наримана Нариманова и по его требованию это решение было аннулировано. Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана. Благодаря решительности Наримана Нариманова, Нахчеван, Карабах, Заготал остались в составе Азербайджана. Баку был признан столицей Азербайджана. Но ему не удалось предотвратить отделение Зангизура от Азербайджана. Нариман Нариманов высоко ценил национально-духовные ценности и старался беречь их. Он препятствовал разрушению мечетей, преследованию религиозных служителей. По инициативе Наримана Нариманова, была открыта первая на востоке Азербайджанская государственная консерватория. Это было большим вкладом в азербайджанскую культуру. Нариман Нариманов был прекрасным писателем. Он является автором произведения «Надир Шах». Нариман Нариманов перевел на азербайджанский язык ряд иностранных произведений. Он также писал учебники. Многогранная деятельность Наримана Нариманова, направленная на развитие культуры, просвещение народа, не нравилась армянским националистам и другим врагам, пробравшимся в руководство Азербайджана. Ненавистные враги хотели устранить Наримана Нариманова, оклеветав и скомпрометировав его. Наримана Нариманова, горячо любившего свой народ, они заклеймили как «националиста» и добились удаления его из Азербайджана. Постепенно Нариман Нариманов начал понимать, что советское правительство в действительности является преемником царской России. В 1925 году, через несколько часов после встречи с представителями правительства в Москве, Нариман Нариманов скончался при загадочных обстоятельствах. Армяне продолжали свою клеветническую кампанию против Наримана Нариманова даже после его смерти. Они препятствовали проведению его юбилея. Наконец, руководивший Азербайджаном Гидар Алиев, преодолев все эти препятствия и серьезное давление, добился торжественного проведения столетнего юбилея Наримана Нариманова. «Общенациональный лидер Гидар Алиев в одном из своих интервью так вспоминал те годы. Хотя столетие Наримана Нариманова исполнилось в 1970 году, мы провели его юбилей в 1972 году. Для проведения этого юбилея пришлось два года вести борьбу, потому что Нариман Нариманов был заклеймен как «националист». Армянские националисты создали мнение, будто его личность недостойна проведения юбилея. Азербайджанский народ увековечил память о Наримане Нариманове. Один из районов города Баку носит его имя. В Баку воздвигнут величественный памятник Нариману Нариманову. Один из самых больших проспектов нашей столицы назван его именем. Анара Салаева представляет Ваш ключ. К вашему успеху. В вашем самообразовании. Аудио учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видео уроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok